Сегодня перед журналистами спикер парламента Солвейта Абуалтыни. Заявление тем более удивительно, поскольку свое согласие принять участие в этой комиссии уже приняли крупные политики. Почему этот вопрос пока снят с повестки дня? Репортаж Татьяны Коваленко. Она хотела как лучше, а получилось, что председатель Сейма и по совместительству руководитель так пока и не созданной президентской комиссии Солвейта Абуалтыни осталась в стороне от обсуждения кандидатур будущего главы государства. По словам самой госпожи Абуалтыни, эксперты и политики посчитали, что идея эта не своевременна. Перед так, близко перед выборами этот процесс делается политическим. Это, конечно, может повлиять на качество той дискуссии, которая будет очевидна у себя. Еще бы, ведь среди потенциальных президентов Латвии упоминается и сама госпожа Абуалтыни. Даром, что коллеги-депутаты, принимая предложение об участии в комиссии, посчитали, что спикер парламента хочет контролировать не только заседание Сейма, но и президентские выборы. А на деле, уверяет Солвейта Абуалтыни, она желала лишь внести толику демократии в этот процесс. Ну, совсем как в Соединенных Штатах, например, а не замыкаться лишь на обсуждении той или иной кандидатуры. Древних демократических традиций, которых у нас нет, так что это дискуссия о том, что мы видим лучшей ситуацией для Латвии и как избрать своего президента. Примкнуть к будущей дискуссии уже согласились соратники Абуалтыни Айгарс Штокенбергс и Гец Валдес Крестовскис, а также Гунтес Улманис и Янис Урбанович. Всех их спикер парламента и собирается собрать в комиссию, но уже осенью. Главной темой обсуждения станет, как найти такого кандидата, которого поддержит подавляющее большинство Сейма. И здесь госпожа Абуалтыни рассчитывает не только на правящую ныне коалицию. Я думаю, что у нас есть возможность хотя бы всем троим самым большим политическим силам сесть за одним столом и все-таки на эту тему дискутировать. И хотя объединение Вейна-Тиба дает нынешнему президенту Заттлерсу в целом позитивную оценку, Солвита Абуалтыни сомневается в его переизбрании на второй срок. По ее мнению, за президента должны проголосовать более 51 депутата Сейма. Только так глава государства может обеспечить себе надежную внутриполитическую поддержку и быть более представительным на внешнеполитической арене. Кандидаты в президенты будут названы с 19 до 24 мая. Голосование в Сейме по выбору главы государства должно состояться не позже 8 июня. 7 июля 2011 года истекает срок президентства Валдеса Заттлерса.